Долгое время в нашей стране было не принято менять работу, но времена меняются и рыночные отношения превращают даже нас в товар. Поэтому, когда мы устраиваемся на новое место работы, самое важное помнить про самопрезентацию. Сегодня будем учиться, как правильно устраиваться на работу. Прежде чем отправляться на собеседование, постарайтесь узнать как можно больше о той компании, в которую вы собираетесь устроиться. Эта информация позволит вести более аргументированную беседу с руководителем. Позаботьтесь, чтобы ваше резюме было составлено грамотно и полно. Подготовьте также другие необходимые документы – аттестаты, дипломы, грамоты и сертификаты. Также будьте готовы отвечать на вопросы. К их числу относятся. Расскажите о себе, почему вы уволились с предыдущей работы, какой опыт имеете, какие ваши положительные и отрицательные качества. Тут, конечно же, ни в коем случае не гнобите предыдущее руководство. Говорите только позитивно и положительно. Будьте готовы к вопросу, какой зарплате вы мечтаете. Тут надо, конечно, подходить трезвым. Во-первых, оцените для начала ту зарплату, которая была у вас до этого, и оцените свою собственную возможность. Продумайте те вопросы, которые зададите работодателю вы. Тщательно отнеситесь к выбору одежды. Она имеет принципиальное значение, потому что существует так называемое правило 15 секунд. Впечатление о вас сложится ровно за это время, а оставшиеся 15 минут руководитель только будет утверждаться в этом впечатлении. В одежде можно выделить три стиля. Первый – консервативный. Это скорее для руководящих кадров. Второй стиль – коммуникативный. Это скорее для людей, которые будут в постоянном взаимодействии и общении. И третий стиль – это креативный. Подходит для творческих специальностей. Какой бы дресс-код вы не выбрали, соблюдайте общее правило. Первое – одежда должна быть опрятной. Второе – в аксессуарах акцент должен быть только один, например, часы. Или не больше трех украшений. Не стоит на первой встрече щеголять дорогими брендами и драгоценными ювелирными изделиями. Обратите очень важное внимание на парфюмерию. Она может испортить все впечатление. Поэтому лучше либо не пользоваться никакими запахами, либо чтобы они были минимальны. При этом очень важно, чтобы изо рта был свежий запах. Очень многие люди именно по этой причине не получили новую работу. Отдельный аспект – это ногти. Для женщин маникюр должен быть не ярким и не броским. В этом случае совершенно не означает, что нельзя красить ногти красным цветом. Главное, чтобы они не были очень разукрашенными. Табу распространяется также на ремни, обувь или сумки из лакированной кожи. В женской одежде самое главное, чтобы не было сексуальности. Поэтому никаких сетчатых колготочек и глубоких декольте. Обувь обязательно должна быть с закрытым носком, но в теплое время допускается открытая пятка. Хотя колготы на женщине должны быть обязательно. Не только при собеседовании, но и непосредственно во время работы. Последняя табуна – так называемый летний дурман. Если вдруг выглянуло солнце, это совершенно не значит, что вы можете на работу прийти оголенным. Руки обязательно должны быть закрыты. Не опаздывайте к назначенному времени. Заранее продумайте свой маршрут и узнайте, где удобнее припарковать машину. Помните, что впечатление на собеседника вы произведете не только своими словами, но еще и жестами. Так что следите за своим невербальным поведением. В самом начале собеседования, конечно же, представьтесь. Было бы неплохо, если бы вы заранее узнали, кто будет сидеть перед вами. Если вы будете обращаться по имени-отчеству, то это, конечно же, сыграет в вашу пользу. Не бойтесь задавать вопросы и смело и уверенно отвечайте на все вопросы, какими бы каверзными они ни были. Очень часто кадровики задают специально какие-нибудь провокационные вопросы, просто чтобы проверить вас на стрессоустойчивость. Во время разговора не следует намекать на свое плохое самочувствие, усталость или трудную судьбу. Проявлять излишнюю радость от каждого полученного предложения тоже не стоит. В конце встречи обязательно поблагодарите собеседника за уделенное внимание и время. А также выясните, каким образом и когда вы сможете узнать о результате собеседования. Если в течение недели с вами никто не свяжется, допустимо позвонить самим. В случае же отказа уйдите красиво, ни в коем случае не хлопайте дверь. Вполне возможно, что через какое-то время, когда эта должность вновь освобождится, дабы сократить время на поиски нового сотрудника, руководители перелистают былую картотеку, вспомнят о вас и пригласят. В любом случае отрицательный результат – это тоже результат. Вы приобрели новый опыт, но при этом обязательно проанализируйте те ошибки, которые вы, возможно, допустили при собеседовании. Собеседование – это, конечно же, всегда стресс. Дабы его немножечко снять, помните, что не только вы ищете работу, но и работа ищет нового сотрудника.